Всем приветики! Меня зовут Кото, и сегодняшнее видео будет про окрашивание волос в рыжий цвет. Сегодня у меня в гостях Алина. Та-дам! Привет! Для тех, кто помнит, у нас уже было совместное видео с Алиной, и сегодня мы будем ее вкрасить. Алина у нас очень классный экземпляр для сегодняшнего видео, потому что под рыжие волосы, если вы хотите, чтобы они были яркие, нужно предварительно осветлять базу. И если вы будете краситься в рыжие на натуральные волосы, яркого цвета у вас не будет. Поэтому на Алине есть возможность показать это все наглядно. Сегодня Алину я буду красить брендом, который называется Игора, и для нее я оттеночек возьму 777. Я буду смешивать его с 3% оксидом в пропорциях 1 к 1. Цвет мисочки получается не очень приятный. Главное, чтобы у вас было понимание, что на волосах он таким же не будет, он будет отличаться. Краске нужно время, чтобы проявить свой пигмент. Мы предварительно помыли голову, посушили. Я люблю красить на чистые волосы, чтобы никакой стайлинг или уж простите, жир с вашей головы не мешал красителю работать. Но на самом деле к парикмахеру лучше всегда приходить с грязной головой. Если ему будет нужно, он сам им ее помоет. А если, допустим, вам предстоит осветление, лучше, если голова у вас будет грязная. Чтобы кожу не убить? Да, чтобы для кожи не было неприятных ощущений. Самозащита для ваших волос. Салозащита. Я отделяю себе секцию и начинаю наносить краситель тонкими проборами от корней. Длину сейчас пробовать не буду. Алина, как ты докатилась до рыжего цвета? Это что? Скорее вернулась. Я же якобы рыжая. Была рыжей. Натурально сейчас вы рыжей? Ну, судя по тому, что внизу, да. Но с детства, да, тоже были рыжие. На фотках было рыжие. Потом я начала в школьные годы себя красить. Ну, тоже что-то в районе рыжего было. Красные, бордовые тона. Вот это я себя красила, красила, красила. И забыла, какая я была на самом деле. Если честно, до сих пор не могу вспомнить. Вот, еще хочу остановиться, но, блин. Подсаживаешься. Тяжело соскочить. Все эти розовые прекрасные тона и радуга мне безумно нравятся. Но что-то захотелось. Вот прям рыженького, огненного. Для тех, кто не знает или не видел предыдущие образы Алины в нашем видео, мы красимся с Алиной уже, наверное, около года. И за это время успели попробовать много цветов, экспериментов. Всевозможные радуги и всплески цвета на голове. Алина у нас просто представитель единорога. Батя единорога. Мы закончили с нанесением красителя на корни. И сейчас я буду наносить красочку по длине. Здесь я уже могу использовать проборы потолще. И стараюсь наносить продукта именно красочки побольше, чтобы максимально пропитать волосы. Алина, ты помнишь, какое наше первое окрашивание было? Я подозреваю, что розовое. Все началось с розового. Розовый, любимый розовый. Ничего, ничего, я к нему вернемся сейчас. Еще много-много раз вернемся. Все девочки берут розовые волосы. Мне кажется, это какой-то магический цвет. Это подсознание. Изначально мы познакомились с Алиной, когда мне нужны были на съемочку значки. Никто еще не собирался никому красить волосы. Да, я искала именно для своего образа, для очередной фотосессии, значки. И вот совершенно случайно наткнулась на Алину где-то в инстаграме, насколько я помню. И с этого понеслось. Понеслось. А я, кстати, всю свою жизнь искала вот такого вот невероятного стилиста. Господи, как мне повезло. Очень повезло. Невероятно. Да, я даже не помню, что там первое тебе принесла. Это были единороги, я помню. Мы снимали съемку с единорогами. Блесток было много и так далее. Блестки, единороги. Сейчас мы усиленно пополняем коллекцию катошечную. Как ты стала тем, кем стала? Как тебе вообще пришло в голову делать свои значки? О, это было на самом деле очень, как-то сказать, корыстное, что ли, желание зарабатывать. То есть обычно такие вот моменты происходят из хобби, увлечения. У меня был такой строгий замысел. Хочу денег и хочу при этом заниматься чем-то классным. Я проанализировала, посмотрела, что всегда берут, на что дамы всегда клюют. Это были цацки. Извините. С древних времен украшения, то, что нужно. Дальше пошла мысля, а как бы это делать, да еще бы в домашних условиях. С минимумом затрат, да? Да, с минимумом. Мои первые вложения были тысячи рублей во всем империи. За тысячу рублей. Я нашла ребят, которые вырезали лазером по дереву. Тогда, кстати, очень мало народу этим занималось. Это продлился всем недолго. Они мне, вот я потратила первые тысячи рублей, они мне вырезали по моим макетам. По-моему, это были бриллиантики, подвесочки и брошечки. Там же они мне их как-то баллоном покрасили. Я была безумно счастлива. Начала свой инстаграм вести по этому поводу. Всякие красивые раскладочки, фоточки. И понеслось. Главное, цена. Цена была вообще мизерная. Сколько у тебя было первые? Сейчас, дожди, там что-то было в районе 100 рублей, 150 рублей. Замысел был таков. Дать человеку максимальный выбор. То есть, чтобы он почувствовал себя художником. Это из серии Пандоры. Кстати, Пандоры, по-моему, тогда тоже еще у нас в России не было. И даже не знала, что это такое. То есть, человек сам себе набирал по цветам, по формам, колечки, брошки. Они стоили очень маленьких денег. Потому что, например, я лично не ношу украшения дольше, чем неделю или две. Я их обычно забываю, снимаю. Или там пошел помылся, оставил на зеркальце и забыл вообще все. И такой же был посыл, что человек тратит минимум денег, выбирает себе на неделю, допустим, как катошка себе выбирает цвет волос. Они выбирали. То есть, я сегодня там, не знаю, синие многогранненькие колечки. Платил 100 рублей, покупал эти там градиент, например, от голубого к синему кольцу, носил неделю. Они были очень... Какой-то определенный образ. Да, очень простого качества. То есть, они были такие простые. Качество у них было такое довольно тоже простенькое. То есть, было просто покрашенное дерево. Вот. И в результате он носил. Они там портились, терялись, забывались. Это было не жалко. То есть, поносил, выбросил, вообще не жалко. На следующей неделе купил новое. Такая тема очень, кстати, хорошо зашла. Люди начали покупать. И на заработанные деньги я вкладывала, следовательно, в следующую коллекцию. Ну, так по нарастанию шло, 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 шло. Потом я уже купила свой станок, продумала свои технологии. Потому что вроде замечательно носить неделю, но люди как-то начали жаловаться, а хотим больше, хотим месяц. И вроде бы за такую же цену, как обычно. Хочу бесплатно, но много. И там начал думать, блин, как бы эту технологию улучшить. В результате технология переросла из простого окрашивания баллончиком за 5 минут в трехдневный процесс изготовления украшения, с всякими шкурками, грунтовками. Да, все это делалось вручную. Это был... Да, это вообще считает неправильный подход, но все учат на своих ошибках. Вначале мне казалось, что это классно и здорово найти свою технологию, свое производство, открыть, нанять людей, открыть мастерскую. Я открыла мастерскую, я нашла свою технологию, я завела людей. Но это очень быстро достигло своего потолка, потому что невозможно было покрыть то количество заказов той технологией, которую мы делали. Вручную долго? Да, вручную это было очень долго, но они получались как карамельки. Брошки как карамельки, блин, это было очень классно. Даже никто не понял, потому что они деревянные, потому что они были покрыты таким слоем краски, жирненьким, что... Ням-ням-ням-ням-ням. Ну, в общем, ты стала разрабатывать что-то свое, в своей стилистике, в своих техниках, что уже кардинально отличалось от того, что вы делали вначале. Ну, вообще, нет, стилистика, кстати, техника была та же самая. То есть техника, да, менялась, были цветы уже, безумное количество цветов, безумное количество форм, люди просто терялись иногда и начали просить, а можно вы что-нибудь сами мне там составите по-быстрому? А я это куплю, потому что уже выбирать не было сил. Там мы посчитали, что при том количестве цветов и вариаций там приходилось что-то на одну позицию около тысячи вариантов цветов, то есть композиция, чтобы это не повторялось. Да, но мы достигли своего потолка, и плюс на тот момент дерево стало таким бумом, все начали резать на станках деревянное украшение, при этом, конечно, качество было так себе, так как люди просто резали, не шкурили, не грунтовали, вырезали, приклеили сзади застежку, отдали, и цена была чуть ли не выше, чем у меня. Ты такой думаешь, ну блин. И ради чего все это старание? И так как я очень люблю анализировать западный рынок, потому что мы, конечно, отстаиваем от них лет на 10, там зашло очень классно как раз металлические пины, ну или значки по-русски. И я прям так на них запала, мне показалось, это так круто, и я очень долго искала заводы с такими мощностями, которые могли бы меня в таком невероятном количестве с моими идеями воплотить все это в жизнь. Я нашла, и я этому безумно счастлива. Я считаю, какая я была дура, что я не начала сразу этим заниматься, потратила столько времени на то, что сидеть, самой ковыряться. Ну это опыт, конечно. Да, опыт это бесценная вещь. Я всегда, кстати, презирала перепродажников, считала, что вот, они такие сволочи, ничего не делают, просто перепродают чужие вещи. Честно, кажется, я не перепродажник, но я сама не произвожу, мне производят завод, но все равно, конечно, это совсем другой уровень, и ты понимаешь тех людей, которые занимаются перепродажей, так как что-то придумать, самому что-то это проконтролировать, произвести. Это невероятное количество времени, затрат и сил, и ты понимаешь, что в какой-то момент, что просто не успеваешь и половину из того, что тебе хотелось бы. Сколько времени, получается, у тебя на все это ушло? На что? От начала до конца? Скажем так. Как давно ты начал заниматься заниматься? Блин, если честно, это тоже такой, я считаю, мой большой косяк, как я не запечатлила этот момент, не запечатлила мой момент создания самого Series About какую-то вот дату, день рождения. Я до сих пор это не праздную, мне кажется, что надо этим начать заниматься. Какие-то устраиваются там праздничные дни, день рождения, да, но как-то все, руки не доходят, но ничего, я думаю, сейчас скоро еще более получше налажу производство, и можно будет хоть какими-то такими мелочами заниматься. Но, по-моему, на дерево у меня ушло года три. Три года? Мне кажется, да. То есть момент вот с нуля просто то, что было, и вот то, что сейчас, мне кажется, прошло года три, может быть, даже больше. Если честно, вообще не помню. Все как в тумане, да? Если честно, мне кажется, что я металлом занимаюсь уже миллион тысяч лет, и дерево это было какое-то, знаешь, когда вспоминаешь какие-то свои события жуткие, о которых не хочешь вспоминать. Вроде бы это безумно круто через все это пройти, но с другой стороны это такой страх, такой ужас, такая паника. Думаешь, господи, ты всем этим занимался. Потратил кучу времени, кучу здоровья, кстати. Если все считают, что дерево это так экологично, вот фигня это все. Представьте, что вся эта фанера, из которой режутся все эти значки и украшения, это на самом деле стружка деревянная, пропитанная кучей смол, кучей всяких химикатов, а когда это режется лазером с огромной температурой, все это поднимается в воздух, ты всем этим дышишь. Плюс это ж курение. У меня шея стала западать. Ну, покрасить это все, конечно. Да, покрасить лаки, эти краски. Это же хоть у нас были, кстати, покрасочные камеры, у нас были все эти маски, вытяжки, все равно не помогало. Все, что у меня находилось в мастерской, покрывалось такой ровненькой, сантиметровым слоем краски, пыли деревянной. И в какой-то момент я просто перегорела со своим здоровьем на всем этим. Кстати, вот этот еще толчок, который дал. Прям как у меня с волосами. Тоже все эти краски, химия, осветление. Ничего классного для здоровья в этом, конечно, нет. Все думают, что это так все замечательно, особенно в каком-нибудь инстаграме, видишь, что тут все звездочки, феи, знаешь, там, блесточки на самом деле. Это тяжелый труд у станка. Когда ко мне нанимались девочки работать, они тоже думали, что сейчас они будут там в море блесток купаться, все это будет замечательно. Такое сахарное, розовое, нифига. Они такие начинали это все делать, такие, и за это так мало берешь. Все такие думали, ну, такая цена, что бы не подешевле еще. Хотя это что такое? У меня, кстати, ценовая политика у всех моих значков до тысячи рублей, всех моих украшений. То есть все, что есть на нас из продукта, это все до тысячи рублей. Чтобы каждый мог себе позволить. У меня была, кстати, основная задача, а так как я в какой-то момент в жизни не могла себе много позволить, мне очень хотелось, чтобы все могли оценить, потрогать, пощупать. Это, кстати, еще было очень хорошее движение для раскрутки. Людям не было жалко потратить на это деньги. Ну, что такое 100 рублей? Там, там, у них хлеба же не купишь на эти деньги, по сути. Вот. И я хотела, чтобы каждый мог себе это позволить. Не ставить там, как многие делают там сразу. Хоп, пять тысяч, шесть тысяч. Такой думаешь, елки-балки. Неизвестно, что ты возьмешь, а что понравится тебе, не понравится. Вот. И когда люди сначала думают, ну, можно еще подешевле, вроде. Ну, что такое значок? Это приходили работы, такие, елки-балки. Поднимает цены раз в 10. Это невероятный труд. Какая красавица. Готова уже к рыжему цвету? Готова? Я всегда к нему. Вообще готова к любым переменам, на самом деле. Когда прихожу к коту, говорю, делай, что хочешь со мной. Я на все готова. Просто небольшая здесь предыстория. Мы после последней радуги очень проблематично, очень проблематично убирали с этих волос зеленые оттенки после радуги. То есть у нас здесь застрял зеленый цвет, здесь было очень много осветлений. Мы... Болотная барышня. Старались, да, избавиться от зелени. В итоге мы от нее практически избавились, добились хорошей базы, и поэтому решили закрасить все в рыжий. Мы закончили с нанесением красочки. Время выдержки в данном случае будет 40-45 минут. И уже сейчас видно, что краситель на волосах проявляется по-разному. Там, где волосы были натурального цвета, рыжий у нас ложится потемнее. И там, где они были осветленные, рыжий получается поярче. Соответственно, если вы хотите себе прям ярко, огненные, рыжие или даже оранжево-морковные цвета, знайте, что вам нужно предварительно волосы осветлить. Мы помыли, посушили, и вот какое окрашивание у нас сегодня получилось. Видим, что корень более темный, натуральный, по длине цвет более яркий, насыщенный и, скажем так, апельсиновый. Я королева апельсинов! Цитрусовая богиня! Очень счастлив быть рыжим. Обязательно зайдите к Алине на сайт, посмотрите значки, много всякого прикольного, интересного, яркого, девчачьего, много блесток вас там ждет. Да. Спасибо большое вам за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите нам комментарии, меняйтесь, улыбайтесь! Да! Показывайте я волосы или... Поближе ждут, и я покажу. Не могу, извини!